сегодня мы поговорим уже более подробно о том как строить бренд какие действия конкретные нам надо выполнить более профессионально в этом плане обучают достаточно немного школ к сожалению конкретно прямо в вузах практически нет таких специальностей типа брендинг обычно это либо маркетинг либо дизайн но все это грубо говоря друг без друга в брендинге жить не может более конкретно то есть есть школы интерактивных коммуникаций экран есть филиалы в питере и в москве достаточно сильная школа и они приглашают практиков для чтения лекций и так далее то есть я прошел небольшой курс кампус именно в этой школе принципе очень много знаний подчеркнул вторая школа которая тоже очень много дает в плане понимания как строить бренды это высшая школа брендинга и там уже больше фокусированные специальности именно бренд дизайн бренд стратегия аналитика бренда аудит бренда и так далее то есть все это можно уже более конкретно почерпнуть именно в высшей школе брендинга еще одна но это уже не школа это ассоциация брендинговых компаний россии но здесь я бы сказал что эта школа тире практика то есть все агентства которые входят в эту ассоциацию они уже четко работают именно по тем правилам которые раздает ассоциация то есть здесь уже нет каких-то там вольностей вы не можете сделать плохо и так далее так далее то есть очень много требований приводится к этим агентством если вы хотите именно работать в рамках данных специальностей вы можете посмотреть какие агентства входят в эту ассоциацию и посмотреть если вакансии пойти туда попробовать работать в целом как строит бренд за рубежом есть какие то нюансы в европе в сша но в целом суть практически одна и та же поэтому мы сегодня проговорим мы различные общие моменты если у кого-то там в каких-то школах добавляются сверху какие-то дополнительные знания это в принципе неплохо но важно понимать просто фундамент и этого вполне будет достаточно для построения бренда есть несколько шагов которые необходимо пройти для того чтобы понимать весь процесс как строить бренд первый шаг это исследование в принципе мне кажется в любой деятельности чтобы начать что-то делать надо исследовать что происходит вокруг первым делом надо исследовать себя самого то есть какой у вас менеджмент в компании какой маркетинг какие финансы что у вас какой продукт какой у вас персонал какие у вас есть силы которые для вас они индивидуальны какое есть видение у собственника бизнеса в разрезе рынка на котором вы будете существовать все это надо очень подробно глубоко просмотреть просмотреть по каждому из пунктов где у вас сильные стороны там менеджменте а где у вас слабые стороны в менеджменте посмотреть это все по пунктам и провести очень тщательный аудит себя самого для того чтобы понимать насколько вы выигрышные в этом рынке сегодня и вообще стоит ли вам с этими силами заходить на этот рынок что касаемо маркетинга мы с вами уже проговорили да что здесь надо понимать это значительно шире уже больше в понятиях бизнеса нежели чем просто продвижение что касаемо исследования внешней среды здесь тоже есть определенные пункты которые вам необходим обязательно посмотреть кто ваши потенциальные потребители может они еще не выросли до вашего продукта но при этом уже важно понимать какими трендами они живут как они общаются как у них происходит процесс коммуникации дальше ваши конкуренты здесь очень важно понимать во первых есть конкуренты лидеры есть конкуренты так сказать вторичные которые занимают меньшую долю рынка но так или иначе они все-таки конкуренты есть конкуренты опять-таки же потенциальные которые могут расширить свой ассортимент и тем самым войти еще на ваш рынок дополнительно и за счет имени которые они построили на другом рынке они могут сформировать себе имя и на этом рынке и тем самым откусить кусочек дальнейшем я расскажу о том как уже делать дизайн но уже сейчас важно понимать как выглядят конкуренты какие есть тренды именно дизайна в разрезе данной ниши в этой нише к примеру можно использовать красный цвет или он будет слишком смотреться агрессивно там в контексте у этого рынка к примеру нежелательно использовать какие-то там холодные оттенки там фиолетовые или там синие в истории про фастфуд потому что и там и макдональдс и киевси и бургер кинг да то есть вот эти вот назовем их лидеры рынка фастфуда они не гнушаются использовать красный цвет они не боятся затеряться между друг другом потому что у каждого из них есть своя история и свой уникальный продукт а красный цвет используется потому что это у нас еще исторически идет четкая ассоциация с созреванием продукта то есть помидор стал красный его можно есть ягода стала красное и можно есть то есть и здесь всем цветом мы пытаемся показать что можно купить и съесть сразу это фастфуд поэтому красный цвет здесь четко показывает что это кушается здесь и сейчас но бывают конечно случае когда стоит выделиться и использовать цвет не как у всех абсолютно тем самым показав себя там скажем так некой выскочкой выделиться на общем фоне стоит посмотреть что конкуренты используют там в рамках продвижения какие каналы коммуникации используют ли они соцсети не используют все эти используют они стандартные формы рекламы там уличных баннеров либо не используют максимально посмотреть где и как и что они говорят какую свою особенность они пытаются давить следующий шаг это провести анализ всей той информации которую мы получили в процессе исследования это достаточно большая масса информации если провести это все качественно и важно в процессе анализа задавать себе правильные вопросы которые вам помогут именно вывернуть в нужное русло в рамках когда вы уже будете формировать стратегию бренда то есть первый вопрос что мы хотим дать потребителю у нас была задумка улучшить жизнь потребителя за счет таких-то 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 инструментов следующий вопрос что хотят потребители реально то есть возможным да мы хотим дать потребителю вот это вот это вот это но может это ему и не надо та фраза которая уже прижилась у нас жизни то что спрос рождает предложение уже к сожалению не так то есть и бывает что и предложение рождает спрос. Возьмите пример, когда компания Apple выпустила первый iPad. Никто не понимал, зачем это вообще нужно. К второму поколению iPad'ов уже народ понимал, что это вот можно использовать. Так, 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 так. То есть, в принципе, какое-то исследование, скорее всего, было проведено, но общий потенциал рынка был пока маленьким, и они его развили, и зашли на рынок первыми. Есть еще куча разных примеров, когда, в принципе, человеку не нужен этот продукт, но компания его создавала, и за счет какого-то интереса, за счет необычности, за счет как раз-таки то, что это продукт-выскочка, спрос шел, и шла прибыль. То есть, даже был однажды проведен эксперимент, когда собрали группу маркетологов, и попросили выдумать максимально абсурдный продукт. И был создан батончик саранчи. По факту, потом уже, в последующем, они наняли специальных поваров-технологов, которые могли это нормально выпустить в серию, и так далее, и так далее. То есть, они провели все этапы создания нового продукта и исследований, безусловно, кроме именно потребительского практически. То есть, спрашивают, будете ли вы кушать батончик саранчи, все скажут нет. С учетом различных действий, исследований, и то, как это в последующем выглядело, народ покупал, несмотря на то, что прямо в составе батончика было на первом месте саранча. Еще раз, да, возвращаясь к тому, да, возможно, у потребителя сейчас нет нужды в вашем продукте, но вы попробуйте его предложить. Следующий вопрос, который надо задать себе, что происходит вокруг. Да, то есть, мы просмотрели, к примеру, исследование там рынка, но есть еще, да, понятие того, и в принципе, это можно провести какое-то там макроисследование, если возвращаясь на шаг назад. Что сейчас происходит в политике, да, какой тренд законов, к примеру. Возможно, меняется как-то климат, возможно, меняется демографическая ситуация, возможно, меняется технологическая ситуация, то есть, это макроэлементы, на которые мы, в принципе, повлиять не можем, но учитывать эти макроэлементы обязательно нужно. Пример тому, когда компания Кодек не учла очень быстрого роста цифровой фотографии и, к сожалению, пришла к разорению. Но потом немножко реанимировалась, их выкупили и поменяли стратегию развития. Более-менее она стала выравниваться на рынке, но при этом все, что могла, она упустила. Поэтому учитывать вот эти именно глобальные процессы, которые происходят, нужно и необходимо и без них вы просто можете прожить максимум там 3-5 лет. Возвращаясь к анализу, следующий вопрос, который себе надо задать, чем мы круче остальных? То есть, в чем наша фишка, в чем наша особенность там в рамках наших мощностей, там у нас, к примеру, сильная сторона в маркетинге, либо у нас сильная сторона в персонале. К примеру, персонал, вы его подбираете очень тщательно и выбираете тех людей, которые будут максимально вовлечены в процесс. Опять-таки, надо просмотреть все-все-все, в чем вы все-таки круче. И следующий вопрос, что не могут дать конкуренты? То есть, они уже работают по накатанным рельсам, им возможно шаг вправо, шаг влево делать уже не слишком комфортно, возможно, это какие-то трудозатраты, финансовые затраты. Это можно очень хорошо использовать. Этого нет у конкурентов, и мы постараемся заполнить вот этот пробел и тем самым выкатить свой продукт, который будет компенсировать вот эти пробелы, и возможно потребитель за счет этого выберет и нас. И самое главное, когда вы ответили себе на все эти вопросы, у вас потихонечку рождается вывод, некая гипотеза вашего бренда. Краткая выжимка и суть. В чем вы круче остальных? Потребителю это нужно, и у конкурентов этого нет. И на этом надо очень-очень-очень заострять внимание и играть на этом. Чем особеннее вы, тем лучше вы выделяетесь на полке в магазине или в целом на рынке, если у вас сфера услуг, тем круче, тем четче у вас будет целевая аудитория, интереснее бизнес, возможно. Так же было с автомобилем Volkswagen Juke, он был очень особенный внешне, и тем самым он был такой ламповый, уютный, прям свой. И за счет этого многие его называли машину урод, но при этом он давал хорошие продажи. То же самое сделала Kia, создав автомобиль Soul. Из общей линейки он очень сильно выделяется, и его маркетинговая стратегия была достаточно очень выделяющейся, и тоже она заслужила часть своей аудитории. И когда мы провели анализ, можно переходить к следующему шагу, это шаг формирование стратегии. И здесь некоторые агентства называют это платформой бренда, где вам необходимо сформировать пункты, которые будут фундаментом вашей бренда коммуникации. То есть первое, вам необходимо определить, какими ценностями обладает ваш бренд. То есть за счет того, что необходимо потребителю эмоционально, грубо говоря, за здоровый образ жизни, или вы за гулянки до утра, либо вы исповедуете ценность открытости. То есть у вас к примеру в банке очень прозрачные договоры и весь шрифт в договоре очень крупный. Тем самым вы даете понять, что здесь нет ничего лишнего, никакого мелкого шрифта и так далее. И вы не экономите на чернилах и бумаге, чтобы дать понять, что можете читать без напряга глаз, и у нас все открыто. И эти ценности необходимо исповедовать уже в дальнейшем очень четко и последовательно на очень долгом промежутке времени, чтобы они очень хорошо закрепились в головах употребителя. Если вы вспомните в нашей первой лекции, был пример с пельмешками, то есть мы честные пельменей и у нас там только мясо и так далее. То есть и в процессе вы не можете как-то менять себестоимость продукта, исходя из мяса. То есть убирать, добавлять туда какие-то добавки или еще что-то плохое. То есть вам вы сели на эти рельсы и вам по ним надо будет ехать очень уверенно. Следующий пункт, который должен войти в платформу бренда, это характер бренда. В данном случае мы должны представить, если бы этот бренд был человеком. Он пунктуальный либо непунктуальный. Он требовательный либо нетребовательный и в принципе ну пусть так будет. Он мягкий либо жесткий. Чаще всего конечно бренд наследует характер своего творца. То есть собственник бизнеса чаще всего характер передает своему бренду то, как он ведет бизнес. То есть он приходит раньше всех на работу либо он из тех, кто говорит, что начальство не опаздывает, начальство задерживается и так далее. То есть весь свой стиль и образ жизни и соответственно характер наслаивается на то, как будет вести себя бренд. Если нужно самому собственнику бизнеса стоит провести свой аудит для того, чтобы понять, что возможно унаследует от создателя бизнес в разрезе характера. В целом ярким примером по характеру может служить разница между Apple и обычными компьютерами, на которыми стоит Windows. У Apple все понятно, все открыто, а если мы хотим сделать какие-то настройки в разрезе Windows, вам необходимо скорее всего это загуглить, а потом уже смотреть где посмотреть, в какое окно зайти, какую программу открыть. Apple старается формировать эту историю открытости и максимально интуитивно понятные интерфейсы. Следующий пункт бренд-стратегии это миссия. Что вы даете в общество и как вы улучшаете их жизнь. То есть миссия чаще всего очень хорошо формулируется. К примеру, если бы вам не нужно было зарабатывать деньги, у вас там наследство или еще что-то, именно почему вы занимаетесь именно этим? То есть миссия моей компании сделать визуально рынок и компании красивее и понятнее для потребителей. следующий пункт это стратегическая цель. То есть кем вы себя видите через 3-5 лет? Какой рынок занимает ваша компания? Что происходит вокруг? То есть вам надо спрогнозировать не только себя и где вы будете, но и внешнюю среду, которая будет вас окружать. То есть как изменится общество, как изменятся законы, технологии и так далее. Здесь вам необходимо спрогнозировать с учетом различных отклонений то, как это будет выглядеть через 3-5 лет и какое место вы на рынке будете занимать. Следующий пункт это четкий портрет целевой аудитории. Об этом мы поговорили в прошлых лекциях, как его формировать. Ну и самый главный пункт это позиционирование. Какую полочку в голове вы будете занимать у вашего потребителя. именно в категории этих товаров. То есть там, грубо говоря, достаточно четкое позиционирование, шампунь от перхоти номер один и в принципе вы можете продолжить мой ответ, что это Head & Solders. В разрезе автомобиля и Volvo самый безопасный автомобиль и так далее. То есть максимально четкое представление о вашем бренде в категории рынка, на котором вы находитесь. Чем четче у вас будет позиционирование и короче сформулировано, тем лучше. Но при этом не забывайте, что надо быть максимально особенными и дифференцированным относительно ваших конкурентов. То есть у нашей компании был кейс, когда мы формировали стратегию для облачного видеонаблюдения. И там мы сформировали позиционирование, что это умное облачное видеонаблюдение за счет каких-то авторских алгоритмов, которые они захватывают, за счет каких-то авторских датчиков, которые они разработали и так далее. То есть конкурент этого повторить скорее всего не сможет. Но каждое из позиционирований накладывает на себя определенные обязательства соответствия этому. То есть если вы вдруг перестали соответствовать вашему позиционированию и вы не самый безопасный автомобиль на рынке, тут уже начинаются проблемы. Так, к примеру, лучшая зубная паста от кариза, когда я задавал вопрос на более публичных лекциях, уже публика начала говорить не только блендомет, но уже и колгейт, к примеру. А раньше зубная паста от кариза была только блендомет. Поэтому если вам конкуренты наступают на пятки, попробуйте что-то новенькое, попробуйте сформировать другую категорию на рынке, попробуйте сформировать какой-то экспериментальный продукт, возможно, даже под другим брендом, но, по крайней мере, вы понимаете, что этот бренд вы уже практически спасти не можете, вы можете формировать что-то новое. и так очень многие компании делают, когда у них под крылом огромная куча брендов и в этом нет ничего страшного. К примеру, компания Coca-Cola. Все мы знаем, что у них даже в категории безалкогольных газированных напитков есть Cola, есть Fanta, есть Sprite, есть Bonacqua, холодные чаи, которые тоже имеют свой отдельный бренд. И это все помогает тому, что если какой-то негатив льется на один бренд, от этого не страдают все остальные. К примеру, вот тот весь негатив, который идет на Coca-Cola, то, что там много сахара, она плохая, ей там вплоть до того, что чистят унитазы, весь этот негатив никак не ассоциируется с Fanta или Sprite, хотя там сахара, я думаю, не меньше. Но некоторые наши бренды, к сожалению, не хотят исповедовать именно этот путь стратегии, они, грубо говоря, все яйца хранят в одной корзине. Следующий шаг – это восприятие потребителем. То есть здесь мы уже пытаемся с нашим потребителем уже вести коммуникацию, как-то с ним разговаривать. И здесь желательно по возможности воздействовать на все пять чувств нашего клиента. Первое – это вербальная идентификация. Здесь мы говорим о какое будет у вас название, какой будет дескриптор, то есть подпись под вашим логотипом, названием, какой будет у вас слоган, какой будет у вас стиль текста. То есть вы со своим клиентом разговариваете на «ты» либо на «вы», а вы используете же организмы, либо говорите очень простым языком. К примеру, если у вас компания ориентированная на какой-то узкоспециализированный рынок, вы работаете только с другими юридическими лицами, то там можно использовать различные же организмы, чтобы они понимали, что вы свой человек, что вы своя компания, и с вами можно сотрудничать, вы разговариваете на одном языке. Также в вербальную идентификацию, помимо названия, входят еще различные ваши фирменные звуки, к примеру. какие композиции звучат в вашем магазине либо кафе, какие композиции вы используете в рекламе, и так далее. Есть магазинчик неформальной одежды для молодежи Кроптаун, достаточно яркая одежда, яркие принты на майках, яркие кроссовки, и так далее. И там звучит музыка именно в основном для молодежи. то есть это различный рэмби, современный рэп и так далее. Возможно, какой-то иногда проскальзывает клубная музыка. А теперь представьте ситуацию, что там звучит не эта музыка, а какой-нибудь шансон. И в целом человек, который зайдет в этот магазин, возможно, общим фоном и не услышит эту музыку. Так или иначе, наш мозг будет ее воспринимать, и общая картинка с тем, что он видит в вашей графике, с тем, что он видит, как выглядит ваш продукт. И, скорее всего, он не примет решение о покупке и просто уйдет из магазина. Поэтому картинка, именно ваша вербальная, она должна полностью соответствовать тому, какой у вас продукт и чем вы занимаетесь. Следующее это визуальная идентификация. Здесь как раз таки уже ваша визуальная концепция, логотип, фирменный стиль, различные носители, которые у вас должны быть, и общая ваша система дизайна, то есть какие-то закономерности, по которым все это будет строиться. И только вот здесь появляется слово логотип. Если мы вернемся к нашей первой лекции, восприятие то, что бренд это логотип, и сколько мы уже проговорили, и логотип вот он только появился. То есть общая ситуация, как строится бренд, это, конечно, не логотип. Следующее чувство, на которое можно воздействовать, это тактильность. Да? То есть если у вас какой-то премиальный продукт, и он стоит на полке в магазине, не надо использовать дешевый материал. К примеру, недавно мы делали упаковку для меда в вип-сегменте. Мы использовали максимально дорогие материалы. То есть там, к примеру, цена за пол-литровую баночку меда выходила где-то около 1800 рублей. Были использованы материалы, то есть на баночку на самом мы наносили жидкую резину, чтобы именно на ощупь и тактильность она была приятнее. Этикетка была только из бумаги типа touch cover. То есть на ощупь она практически как лепесток розы. Ленточка, которая перевязывается, крышка, на которой висит этикетка, она только кожаная. Печать на бумаге идет ультрафиолетовая с небольшим объемом, который можно ощутить, когда мы трогаем это все руками. То есть все максимально в тактильной истории говорит о премиальности. Также есть пример, когда один из наших российских лучших маркетологов Игорь Ман покупал игрушку для своей дочери. Он рассказывал это в одной из книг. Придя в магазин, он попросил консультанта, что лучше купить для девочки. И он сказал, что попробуйте взять эту мягкую игрушку, мне кажется, она вам подойдет. И он взял ее в руки и не отпускал до того, как подарил уже дочери. То есть он ее взял и понял, что на ощупь она настолько приятна. То есть вот этой всей мягкостью, приятностью ощущений он может передать любовь своей дочери. И даже когда ехал в машине, он держал ее на коленях, а не положил рядом на кресло. То есть тактильность тоже немаловажна в разрезе того, о чем вы хотите сказать своему клиенту. Следующий пункт это ароматы. Придя в магазин, какой аромат ощутит ваш потребитель? Будь то это аромат свежести, либо это уже какой-нибудь там цитрусовый оттенок аромата, который будет больше побуждать к активности внутри магазина. То есть человек быстрее примет решение о покупке, тем самым у вас там грубо говоря возможно увеличится оборот. Но это только один из элементов. К примеру, кожа автомобилей Porsche пропитана нотками думы, чтобы сев в салон вы максимально ощутили ощущение роскоши. То есть у вас полностью складывается картинка, потому что весь бренд говорит об одном и том же. Картинка роскоши и в рекламе, картинка роскоши в графике, картинка роскоши в словах и то, как они произносятся, и картинка роскоши в тактильности и в запахе. И тем самым вы полностью четко сформировали картинку в голове, и тогда уже она срабатывает на позиционирование и кладет ваш бренд на нужную полочку в категории всего рынка. Также не стоит забывать про вкус, хотя его порой очень сложно использовать. К примеру, у нас в городе есть магазин косметики Organic Shop, и они предлагают потребителю, который зашел в магазин, абсолютно любому налить чай из каких-то трав, которые можно прочитать, что это за чай и так далее, на что он влияет. При этом они никогда не будут предлагать выпить кофе, потому что у них бренд именно полностью говорит о натуральности, о спокойности, о размеренности и так далее. А кофе побуждают к активности, а тут безусловно стоит использовать какие-то чаи, которые нас успокаивают от суеты жизни. И в некоторых салонах красоты клиентам наливают шампанское, чтобы как раз-таки уже и на уровне вкуса они ощутили роскошь, дороговизну и так далее. Ну и понятное дело, что там не оба какой шампанское будут наливать. То есть еще раз проговаривая весь этот шаг, как мы коммуницируем с потребителем, важно, чтобы мы максимально затронули все чувства, которые мы можем затронуть. и очень четко продумать все элементы, чтобы они говорили об одном и том же. К примеру, любые федеральные, тем более мировые сети одежды, все плейлисты в магазине четко утверждены, куплены лицензии, никакой из магазинов не имеет права запустить какой-нибудь свой плейлист, то, что администратору у него настроение сегодня такое, нет, такого не может быть. Четкий плейлист, по которому должен идти сегодняшний день, к примеру. Дни распродажи, плейлисты более динамичные, к примеру. Максимально каждый из чувств должно говорить об одном и том же, и тогда сформируется очень четкая картинка в голове употребителя. Да, конечно, нужно уделять внимание графике. 86% информации мы воспринимаем через глаза, как мы уже проговорили, но при этом не менее важно и говорить правильно на вербальном языке, потому что он лучше усваивается нашим мозгом. По крайней мере, то, что мы с вами проговорили, помимо того, что показали на слайдах, воспринимается мозгом в 4 раза качественнее и лучше усваивается и остается в нашей памяти, нежели чем мы просто увидели. Думаю, вы даже не вспомните, когда вы ехали сегодня домой, какие баннеры вы видели, хотя вы их видели. А если бы вы посмотрели более полноценную рекламу, скорее всего, процент того, что вы ее запомнили, уже больше, потому что здесь информация шла и через глаза, и через вербальные средства коммуникации, и это все усвоилось максимально лучше, как я уже сказал, в 4 раза качественнее. По крайней мере, так показывают исследования. Следующий шаг это внедрение. После всей разработки, которую мы совершили, нам это нужно правильно внедрить, понимать, через какие каналы коммуникации мы можем работать, а через какие нет. Есть очень разные каналы коммуникации, то есть, есть ATL, то есть, это более классическая реклама, там, баннерная ТВ-реклама, есть BTL, которая настраивается через какие-то ивенты, презентации, дегустации, выставки и так далее. В разрезе внедрения вам еще необходимо понимать, как адаптировать макет, какие регламенты использовать, какие не использовать, какие носители использовать, какие не использовать. Грубо говоря, не обязательно брендировать какие-то календарики, если мы говорим о том, что планирование это зло. И необходимо в процессе внедрения еще ввести, конечно, определенную форму контроля, как это все работает. Возможно, этот канал коммуникации не слишком хорошо работает в разрезе целевой аудитории. Нам надо как-то это передумать и выбрать какой-то другой канал коммуникации. Есть различные нестандартные какие-то каналы коммуникации, которые используются в достаточно нестандартных местах. Был такой кейс достаточно давно, когда книжный магазин продвигался через упаковку освежителей воздуха. На освежителе воздуха печатался кусочек какого-то романа, какой-то, возможно, научной книги, но печатался тот кусочек, который максимально формирует интерес именно к этой книге. А что мы делаем в туалете? Мы читаем именно баллончики от освежителей воздуха. Поэтому в данном случае это достаточно нестандартный ход, но при этом он там затрагивает именно целевую аудиторию, которая от нечего делает, может читать. Ну и, конечно, там в конце бренд-магазина, где вы можете приобрести эти книги. В процессе внедрения есть еще такой элемент, как авторское сопровождение, когда вы можете сами, как компания, заниматься внедрением, а можете еще брендинговое агентство, которое формировало, к примеру, вам бренд и разрабатывало стратегию, и делало визуальную коммуникацию, вербальную коммуникацию и так далее. В них брать сопровождение и авторский надзор на то, чтобы понимать, что вот здесь не сработало и почему. То, что вот здесь в рамках данной выставки лучше сделать такой стенд и так далее. достаточно полезная вещь, потому что особенно когда у вас франшиза и ваш франчези возможно что-то начинает фантазировать, но перед тем, как утвердить вывеску, утвердить рекламу, утвердить интерьер магазина, он непосредственно присылает вам все на утверждение и здесь агентство, которое ведет сопровождение и авторский надзор дает свои комментарии, что здесь лучше сделать так, здесь исходя из города и исходя из общего внешнего вида фасада всего здания лучше сделать так, ну и так далее. Существует проблема, которая кроется между третьим и четвертыми шагами. Как все-таки сформировать коммуникацию исходя из нашей стратегии? Как показать вот эту ценность здорового образа жизни? Ну вот как ее визуально показать? Понятное дело, мы нарисуем какие-то образы. Человек на пробежке, человек на велосипеде или еще что-нибудь. Как показать честность? В высшей школе брендинга России разработали такой инструмент, он называется метафора, слово как бы уже существовало, но в брендинге оно приобрело свою новую роль. и здесь как раз таки этот инструмент очень хорошо может поженить эти две части стратегическую и творческую. Как он работает? То есть мы через какие-то уже известные явления сравниваем наш бренд так, чтобы нас понял человек. Возьмем такие бренды, как Додо Пицца, и у них бренд это птичка Додо, которая очень быстро бежит. И у них коммуникация то, что мы доставим за 60 минут либо пицца в подарок. То есть здесь все очень хорошо сращивается и в разрезе стратегии, что у них все по стандарту, у них все расписано и поэтому все быстро. Еще похожий очень пример компания Delivery Club у них на логотипе страус, то есть самая быстрая птица, которая бегает. То есть у них тоже соответственно служба доставки и они за счет этого точно также выигрывают. То, что очень сложно показать и чтобы не использовать заезженные образы, метафора позволяет этого избежать. Еще один пример, который также был приведен в высшей школе брендинга, это кистевые протезы для детей, которые созданы на 3D-печать. Задача бренда состояла в том, чтобы убрать стеснение ребенка как физическое, так и социальное, чтобы ребенок мог этот протез носить очень комфортно еще раз и физически и морально. То есть 3D-печать позволяет формировать макет протеза максимально комфортный и при этом любого цвета. и поэтому через метафору супергероя в данном случае это железный человек, у которого также кисть очень функциональна в фильмах истории Marvel, то и здесь у них кисть уже становится более функциональна. Ее также можно напечатать как у Тони Старка железного человека в этих оттенках. Туда можно интегрировать лазерную каску, можно интегрировать держатель для пульта от квадрокоптера, держатель для телефона и так далее. И поэтому родился такой бренд как Киби. Маленький киборг, при этом цвета достаточно мягкие, достаточно детский образ супергероя, буквы и линии тоже мягкие, чтобы максимально показать заботу о ребенке. Уже в данном случае, когда продукт достаточно интересен, с точки зрения супергеройской темы, когда и коммуникация очень мягкая, ребенок не чувствует стеснения, он даже становится среди своих сверстников лучше, потому что у него, скажем так, кисть более прокачанная, нежели чем у обычного человека. За счет этого и в социуме вокруг него формируется интерес к его персоне. Не с точки зрения того, что он инвалид, а с точки зрения того, что он особенный. И это очень хорошо с точки зрения миссии этой компании, то, что она формирует благотворную социальную среду для детей-инвалидов. Логотип практически ничего не решает в одиночку. Ему обязательно нужна команда. То есть важна вся система дизайна, которая будет разрабатываться. К примеру, вот система дизайна компании билайн есть логотип, есть цвета, есть шрифты, есть носители, есть пиктограммы, есть образы, есть фирменные лица тире персонажи. А теперь мы закрываем логотип. И вы все равно понимаете, что это билайн. Восприятие бренда не теряется, несмотря на то, что как бы логотип это лицо компании. И еще другой пример. Опять-таки же, если все-таки логотип это лицо компании, я взял героев из фильма Стражи Галактики и распространил лицо Питера Квилла, главного героя этого фильма, на тела других героев команды Стражей Галактики. Что получается? Буклет у вас выглядит так, баннер в соцсетях так, визитка вот так, стритборд так, ну и так далее. А по-хорошему при разработанной полностью системе дизайна я бы просто взял всего Питера Квилла и уменьшил до формата визитки, увеличил до формата баннера. То есть происходит просто адаптация всех констант, которые были разработаны в рамках дизайна компании. Ну и в конце весь дизайн, а также и вербальная идентификация, если у вас есть там идентификация по запаху, по вкусу, все это формируется в различные регламенты, которые позволяют нам воспроизвести нужный текст, разработать новое рекламное сообщение относительно наших ценностей, разработать новый макет относительно тех констант, которые у нас уже есть в дизайне. и тем самым весь процесс коммуникации у вас превращается в настоящий бизнес-процесс, который может воспроизводиться каждый раз одинаково. И у вас не будет проблемы того, чтобы так, а какой в этом месяце мы выработаем баннер? У нас уже все есть, нам просто в эти структуры надо закинуть новый контент относительно праздника какого-нибудь, который близок вашему бренду по настроению, по ценностям и так далее. В принципе, любой процесс в бизнесе должен быть полностью оцифрован и регламентирован. Производственник на конвейере каждый месяц не перенастраивает конвейер, он работает хорошо, он выполняет свои функции, четко по параметрам, которые продукт выходит, у нас каждый раз совпадает, значит, и незачем его перенастраивать. Или еще более комичный пример, бухгалтер каждый год же не выдумывает, как ему подать отчетность, налоговую. Если он не так подаст отчетность налоговую, это уже грозит какими-то штрафами. Здесь практически то же самое, надо разработать структуры, надо разработать стратегию и действовать в рамках них, тем самым формируется большая узнаваемость у потребителя, тем самым мы каждый раз говорим об одном и том же и потребитель понимает, что он остается верен тебе и тем ценностям, которые он исповедует. Да, порой создаются ребрендинги компаний. Почему это происходит? К примеру, возьмем бренд Fanta, который недавно поменял упаковку и логотип. Зачем он это делает? Потому что в разрезе целевой аудитории, а это подростки и молодежь. К примеру, молодежь нулевых и молодежь этого года это совершенно разные люди. Они общаются по-разному. К примеру, в нулевых не было мессенджеров и все общались смс-ками. А сейчас куча мессенджеров, стикеры в мессенджерах, какие-то другие жаргоны и так далее, и так далее. И поэтому и логотип Fanta сейчас на упаковке он выглядит как наклейка, как будто он наклеен отдельно. Поэтому он для современной молодежи становится родным. Он разговаривает на их языке. Но ребрендинг надо делать очень осторожно. К примеру, есть очень много неудачных попыток ребрендинга, после которых бренды откатывались до предыдущих концепций. Есть сок торпикана. В России он не слишком распространен, но однажды они решили провести ребрендинг для того, чтобы увеличить прибыль. Их предыдущая упаковка выглядела, что из апельсина просто торчит трубочка. То есть это максимально натуральные апельсиновые соки. Ты пьешь как будто из самого апельсина. Но они сделали более строгий дизайн. Они убрали апельсин из упаковки. Они сделали только оттенок именно напитка апельсинового сока в бокале. И все это очень строго выглядит. Продажи упали, если не ошибаюсь, больше, чем на 50%. Потерялась та коммуникация натуральности и даже немного коммуникации озорства, потому что логотип на предыдущей упаковке выглядел не супер ровно и имел какую-то определенную индивидуальную форму. И вот этот апельсин. Достаточно яркое пятно на упаковке вместе с трубочкой правильно разговаривали со своим потребителем. Тотальный ребрендинг к сожалению сформировал достаточно много убытков для компании. Поэтому многие компании делают ребрендинг очень осторожно. Или как делал ребрендинг Сбербанк. Помните, когда они просто чуть-чуть сдвинули свой знак и изменили цветовую гамму на более мягкую и приятную. И многие конечно смеялись из-за того, что было отдано очень много денег на ребрендинг практически ничего не поменяли. Поменяли на самом деле очень многое. А самое главное, что было изменено отношение к людям. Заметьте, что после ребрендинга ушли те бронированные окна. Люди просто операторы стали открыты, а не вот буквально за стойкой. Новый дизайн формирует именно то ощущение открытости. Грубо говоря, в регламентах Сбербанка около 18 страниц того, как надо сделать правильно фотографию, чтобы воспроизвести плакатную коммуникацию, которая есть внутри магазина, чтобы воспроизвести коммуникацию в рекламе. Все там максимально подробно описано на данный момент. Формируя бренд, необходимо пройти все шаги для того, чтобы понимать, как вы будете встраиваться в рынок, как вы будете разговаривать с потребителем, через какие формы коммуникации, какие ценности вы будете исповедовать, каким характером обладать. Самое важное, конечно, чем вы будете отличаться от всех, какое будет ваше позиционирование. При очень сильном отличительном характере и сильно отличительном продукте вы будете выигрывать на этом рынке, потому что вы будете выделяться, а это самое главное. Есть книга у Джека Траута, про которого мы говорили некоторое время назад. Она так и называется «Дифференцируйся или умирай». То есть если ты не выделяешься, скорее всего ты умрешь. Дифференцируйся